Вот когда выходишь на эту панораму, смотришь, и в глазах, в общем-то, проскальзывает, так сказать, ангарские просторы. Нет, Александр Малясов не сошел с ума. Просто всю жизнь из окна родного дома в Кежемском поселке была видна ангара. А с новым видом кирпичи, панели, стройки он просто не подружился. Как и с новой квартирой. Ощущение замкнутости. Человек живет в замкнутом пространстве. Человек, который прожил всю жизнь на просторах. Нет, бывший сельский бизнесмен Юрич, как называли Малясова клиенты его пилорамы, не жалуется на жизнь и судьбу. Они ведь не виноваты в том, что его дом, дело всей жизни и родной поселок Балтурино, как и 30 других ангарских деревень, теперь скрыты под толщей Богучанского водохранилища. А его старика забросило почти на тысячу верст от родной земли. Из дома на берегу Ангары, в однушку, в Сосновоборск. Мне могут возразить, сказать, ну что тебе еще надо? Действительно? Да. Ты один, у тебя есть квартира, для одного достаточно. Ну живи и радуйся. Вот теплый глазет, понимаете ли. Ну все нормально. Но кроме вот этого благополучия бытового, есть еще и душа. Благополучие можно и в какой-то мере изменить, а душу оттуда не вытащишь. Это навеки. Чтобы не умереть, со скоки у телевизора дядя Саша ходит гулять. Вот тоже слово совсем ему непонятное – прогулка. Раньше он двигался, чтобы жить. Жизнь на реке обязывала. А теперь будто все наоборот. Он живет, чтобы двигаться. Сначала в магазин за хлебушком, потом в аптеку. Запасы лекарств подходят к концу. Добрый день. Девушка, мне валит дольчик, пожалуйста. Горючего для поддержки. Потом пройтись до аллеи ветеранов. Здесь ему хоть что-то понятно, близко и знакомо. Оба сына Малясова служили, младший был на войне. И можно идти домой. Там его ждут тонкие стены, старенький телевизор и фотографии. Наш дом, потом брата двоюродного, материного, потом моего троюродного, потом троюродный стены и так далее, и так далее. Александр Малясов страшина второй статьи. Он служил на минном тральчике в Тихом океане. Да так хорошо, что высшему командованию перед ним было даже как-то неловко, что его военное начальство не пускает в отпуск. И на следующий день меня, да, на следующий день в Камбриговскую Волгу, ГАЗ-21, и в Артем на самолет посадили. На следующий день, вернее, был в Красноярске. А еще Александр Малясов дедушка. Его внуки живут с сыновьями в Кодинске, в городе гидростроителей. Туда Юрич наведывается нечасто. Сегодня приходится жить поближе к больницам. Многолетние злоколечения и переселения серьезно подорвали здоровье. С внуками он видится довольно редко, поэтому созванивается, а еще пишет им письма по старинке, с душой и от руки. Здравствуй, котя, здравствуй, Даня. Пишет деда хулиганя. Так соскучился по вам. Вот приеду в гости к вам. Мы устроим тарарам. Покатаемся на санках и на лыжах и на танках. Всех люблю и обнимаю. Всем здоровья вам желаю. В гости жду вас каждый день. Вот такая дребедень. Казалось бы, все не так уж и плохо в жизни Александра Малясова. Внуки хоть и издалека, но знают и любят, крыши над головой есть. Ангарский стержень не словлен. Можно все еще выходить на балкон и грезить видами родного Болтурина. Но только ведь не с кем разделить ни радости, ни печали, ни ностальгии. Все родные души, кеженцы, теперь что мертвые, куда их всех раскидало, никто не знает. Одна надежда. Интернет, которого у Малясовой нет, как и компьютера. Впрочем, пока. Нет. Виктор Самусенко, Андрей Панкратц. Новости. Партнер проекта «Дари добро» – оптово-розничный склад трикотажа и белья «Радуга». «Радуга» – 18 лет на рынке оптовой продажи качественного трикотажа от лучших производителей. Радуга. Радуга. Субтитры создавал DimaTorzok